Добрый день, уважаемые яхутяне! Мы сегодня проводим очередную передачу в рамках программы Конституции «Мы». И сегодня тема у нас конституционно-правовые основы развития научно-образовательной и инновационной деятельности в Российской Федерации и в Республике Сахай-Яхуте. Я пригласил в нашу студию уважаемых гостей. Это Михаил Юрьевич Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики Сахай-Яхуте, доктор географических наук, доцент, заслуженный почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, лауреат государственных премий Республики Сахай-Яхуте в области науки и техники, а также Юрий Георгиевич Данилов, проректор по науке и инновациям Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Кировича Мусова, кандидат географических наук, доцент. Но я сразу хотел бы сказать о том, что тема нашей сегодняшней передачи выбрана не случайно, так как 8 февраля в России отмечается День Российской Науки. В условиях глобальной конкуренции и современных экономических реалий образование, наука и инновации, безусловно, становятся определяющим фактором в социально-экономическом развитии стран и регионов. И уровень образования, научного и технологического развития, безусловно, влияют на темпы роста экономики, на конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность и, безусловно, уровень качества жизни граждан. Поэтому государство заинтересовано во всесторонней поддержке и развитии науки и инноваций. Вот почему президент Российской Федерации, наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин объявил 2021 год годом науки и технологий. Ну, как мы знаем, в нашей республике за последние годы действительно проделана большая работа по созданию условий для развития как образования, так и науки, инновационного развития. Я здесь делал ссылку на ряд конционных норм. Так вот, в Конституции Российской Федерации, в статье 43, пишется о том, что каждый имеет право на образование. Гарантируется общедоступность дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных учреждениях. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Ну, и по статье 71, это вопросы совместного ведения, да. И в этой связи, конечно же, ответственность органов государственной власти и республики достаточно высокая. А в нашей Конституции также гарантируется право на образование, выбор форм его получения. Вот. Наша республика, помимо этого, гарантирует государственные образовательные стандарты с учетом национальных, этнокультурных и иных особенностей нашей республики. Вот сейчас я хотел бы, Михаил Юрьевич, с вас начать, вот, с учетом того, что это ваш год, год науки, технологий. Вот министерство какие ставит перед собой задачи, в чем будет креатив? Пожалуйста, расскажите. Да, доброе утро. Ну, во-первых, Александр Николаевич, спасибо большое. Для нас большая честь для меня быть приглашенным, быть участником вашей авторской передачи, иметь возможность обратиться напрямую к нашим радиослушателям. И телезрителям. И телезрителям, да. Ну, такой формат, да, дополнительный. Мультиплекс, который здесь появился на НВК Саха. Да, конечно, право на образование, это одно из важнейших конституционных прав. Конституция, как основной закон, да, и на уровне российского государства, и нашей республики это гарантирует. Тем не менее, на региональном уровне, действительно, уже создана целая система других подзаконных актов и отдельных законов, которые регламентируют и закон об учителе, и закон о кочевых школах. И закон региональный у нас есть, собственно, о науке, научно-технической политике. Сейчас, кстати, которым есть достаточно много предложений, видения, которые мы пересматриваем. Ну, и понятно, что дошкольное образование, дополнительное образование детей, школа, среднепрофессиональное образование, вузы, наука, да, здесь очень много нюансов нашего взаимодействия. То есть, с одной стороны, да, федеральные общегосударственные полномочия, касающиеся образования детей, через которые проходим все мы, в этом возрасте находимся, и это нужно использовать. Но благодаря взаимодействию, да, федерации и регионов, основную часть расходов, конечно же, несет федерация. Мы это получаем, реализуем через финансирование, в основном на муниципальном уровне, детских садов, школ, и в том числе частных и детских садов, и школ, то есть, те дети, которые туда попадают, естественно, они тоже пользуются своим правом, и их права здесь никак не ущемляются. Мы тоже финансируем деятельность таких организаций. И, конечно, дополнительное образование детей, которое, кстати говоря, за последний год очень активно выросло. Это та сфера, которая и так развивалась очень активно, но вот в условиях пандемии еще больше. То есть, практически в полтора раза увеличилось количество тех ребят, которые проходят через подобные программы очень высокого уровня. Что касается системы среднего профессионального образования, то разные были периоды. Сейчас период, когда за среднее профессиональное образование отвечают субъекты, но при этом мы живем в режиме реализации национальных проектов. Появилось очень много дополнительных возможностей, и мы их используем, привлекаем дополнительные ресурсы, значительно улучшаем качество подготовки в этом уровне. Что касается вузов и науки, да, республика, традиционно мы привыкли относиться к вузам на территории нашей республики, а мы богатые в этом плане республика, потому что все-таки у нас вузы есть. Это и федеральный университет, один из десяти в России, это и Арктический государственный институт культуры и искусств, который раньше был подвесен Минкультурой России, но сейчас тоже это Миноборнауки, но это специализированное заведение, которое работает, конечно, не только на нас, мы это прекрасно понимаем, что АГИКИ это общее достояние в целом России, но тем не менее мы ближе всего находимся. АГАТУ, Арктический государственный агротехнологический университет, который тоже является базовым для подготовки кадров для Крайнего Севера, для регионов Арктики, прежде всего традиционной отрасли сельского хозяйства, и тоже в первую очередь эти возможности могут использовать жители республики. Ну и, конечно, уникальный в своем роде Чуропчинский государственный институт физической культуры и спорта, который тоже входит в систему Минспорта России, совсем небольшое число, до 15 таких вузов в стране, и наш вуз в этом плане тоже занимает особое место. Ну и другие вузы, которые здесь работают, и филиалы, мы к ним относимся как к своим, но в последние годы, опять же, в результате взаимодействия с Российской Федерацией удалось значительно увеличить количество бюджетных мест, например. Это серьезный шаг. То есть, конституционные права стали ближе, проще реализовать жителям республики. Я просто один пример приведу цифры. В 2017 году общее количество контрольных цифр приема, ну, проще говоря, бюджетных мест в вузах на территории республики, было 3967, чуть менее 4000. 21-й год, вот в этом году мы готовимся, в вузах уже все правила опубликованы, мы полностью готовы, 5069 мест. То есть, существенный рост за несколько лет, и это, конечно, дополнительные возможности. Что касается науки, да, вы правы, Александр Николаевич, потому что наука тоже, это вроде бы федеральная полномочия, ну, с точки зрения понимания межбюджетных отношений, министерства финансов, да, любого региона. Но республика имеет собственную Академию наук, Национальную Академию наук республики более четверти века. Республика активно подписывает соглашения с фондами федеральными, например, Российский фонд фундаментальных исследований, что позволяет софинансировать и из нашего бюджета, и из федерального выполнение исследований на территории республики. Поэтому широкий спектр. Да, вот очень здорово, такие вот прорывные направления, и чувствуется определенный вот позитив, подъем. Вот давайте, значит, Юрий Евгеньевич, мы сейчас обращаемся к Северо-Восточному федеральному университету. Вот это флагман, конечно, высшего образования. Какие новые формы в работе по науке и инновациям вы могли бы отметить? — Доброе утро. Значит, ну, у нас в связи с тем, что в Советском... Ой, в России отметили, значит, год науки и технологий, то, соответственно, в университете у нас объявлен тоже год молодого исследователя. Значит, ну и в связи с этим, конечно, у нас проводится очень много различных мероприятий. В частности, ну, естественно, в рамках национального проекта наука. В настоящее время мы разрабатываем, значит, новую программу развития нашего университета на 2021-2025 год, которая направлена в основном на, значит, устойчивое развитие всего макрорегиона. Причем в программе отмечается, что, значит, наш университет является, как находится в двух таких крупных территориальных образованиях, можно сказать. Это Арктическая зона Российской Федерации, мы туда обеспечиваем кадры тоже, так. И, конечно, Дальний Восток. Ну и с прицелом, если брать до 30-го года, то и на АТР. Ну и, соответственно, у нас имеются определенные приоритетные направления развития науки. Значит, прежде всего, это, конечно, развертывание системы сетевого взаимодействия с ведущими научно-образовательными центрами нашей страны и мира, увеличение научной и образовательной коллаборации, поддержка исследователей высокого уровня, создание условий для разработки инноваций и технологий мирового уровня, также активное участие в крупных отечественных и международных научных проектах, накопление международного опыта по вопросам стратегии развития северных территорий, закрепление ведущих позиций на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации. Также и прикладные исследования будут происходить в связи с потребностями реального сектора экономики нашего региона и интеллектуальном обеспечении промышленности в разработках новых коммерциализируемых продуктов, основанных на уникальности интеллектуального и природного потенциала Якутии и Арктики. Также проводятся различные экспериментальные исследования, испытания, прототипирование новых разработок. На базе университета планируется создание профильных инжиниринговых центров для поддержки инновационных разработок и промышленного дизайна. Развитие инновационной инфраструктуры обеспечит университету наиболее эффективное взаимодействие с организациями реального сектора экономики и повышение конкурентоспособности наукоемких разработок. Если более подробно о наших прикладных, в смысле, приоритетных направлениях, то это прежде всего, конечно, у нас палеогенетика. В настоящее время активно развивается. Благодаря тому, что был выигран грант фонда Абу-Даби на 500 тысяч долларов, нам поступило новое оборудование и лаборатория, которая направлена на изучение палеогенетических особенностей. Ну и в целом это как пиар-акция «Возроди мамонта». В этом направлении, конечно, идут очень интенсивные работы. Ну, если продолжить по палеогенетике, то, значит, изучение и псовых, так, тоже мамонтовой службы. Ну, мы продолжим наш интересный разговор, но после рекламной паузы вернёмся, продолжим. Продолжим наш разговор. Михаил Юрьевич, вот 8 февраля, День науки, давайте про науку якутскую проговорим. Да, ну, да, про науку якутской говорить можно очень долго, да, потому что действительно очень много направлений, очень много институтов. Мы в уникальных условиях республика находятся. Это и Сибирское отделение Российской Академии Наук, есть подразделение Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, ну и федеральные вузы, о которых я уже сказал, разные ведомственные принадлежности, где тоже реализуются научные исследования. К году науки мы, в принципе, считаем, что готовы. Мы подошли достаточно в хорошей форме конституционной, потому что где-то полтора года тому назад был Совет по науке при главе республики. И тогда вот Айсен Сергеевич, он дал поручение и согласился с тем, что наука заслуживает всё-таки отдельного статуса, отдельной государственной программы. Мы отработали, и в прошлом... Ну, мы не знали, конечно, какое решение примет глава государства. Мы ему благодарны, как учёные, что год науки и технологий объявлен, но мы были готовы у себя на уровне республики. И отдельная государственная программа, научно-технологическое развитие республики, она как раз вот с 1 января реализуется у нас. Была большая подготовительная работа, серьёзное увеличение плюс 200 миллионов по финансированию, практически в полтора раза мы дополнили те ресурсы, которые были ранее. А это новые возможности. Это и возможность продолжить финансирование комплексных научных исследований. Это целый ряд мероприятий по поддержке молодёжной науки. Потому что это слабое звено у нас, это мы признаём. Идёт, значит, более старший возраст становится исследователей, вымывается молодёжь. И наряду с этим также у нас появилась ещё одна государственная программа, новая. Это государственная программа по сохранению и развитию государственных и официальных языков, где мы тоже считаем, что нужно проводить научные исследования, связки. Поэтому готовы к этому, мы, естественно, ждём подключения и федерального исследовательского центра, и федеральных вузов, работающих на территории республики. Ну и, конечно, наши основные подведомственные учреждения, Министерство образования и науки, это Академия наук и Арктический научно-исследовательский центр. Спасибо. Очень хорошо. Юрий Георгиевич, вот у вас проводится ежегодная неделя науки, да? В этом году уже декада. Вот какие основные мероприятия проводятся в рамках декады? Какова эффективность? Что ожидаете? Значит, в этом году мы решили провести декаду науки, так? И она стартовала 25-го, ой, прошу прощения, 29-го января, и завершится в День науки, который отмечается в Российской Федерации 8-го февраля. В рамках декады будет проведено 46 мероприятий, то есть, по сути дела, каждый день по 4-5 мероприятий. Значит, это прежде всего лекции учёных, так, ведущих, затем мастер-классы, квест-игры, интеллектуальные различные игры, значит, семинары и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются актуальные вопросы и проблемы развития науки и инноваций. Также в рамках декады молодые учёные и студенты имеют возможность встретиться с руководством университета. В частности, вот 3-го февраля состоялась, значит, встреча молодых учёных и студентов с ректором нашего университета Николаевым Анатолием Николаевичем. Ну, буквально вчера я тоже провёл встречу небольшую, рассказывал о своих научных исследованиях. Ну, и в среднем в каждом мероприятии участвуют по 50-70 человек. Ожидаем, что вообще за весь период проведения декады посетят примерно 2,5 тысячи человек. Ну, и в этой ситуации как раз пандемия сыграла нам на руку, как говорится, потому что мы сейчас не ограничены своими аудиториями, аудиториями, а, значит, современные технологии позволяют, значит, включать большое количество людей. Да, как опыт показал, вот по проведению международной научно-практической конференции, посвящённой столетию основателя юридического образования Михаила Михайловича Фёдорова, где выборы председателя моркомитета, действительно, огромная аудитория. И Рум Румыч Ушницкий говорил о том, если бы не пандемия, мы бы такую огромную аудиторию, причём и не только субъектов Российской Федерации, но и зарубежных стран. Вот в этом, наверное, тоже есть определённые плюсы. Мы не должны всё время говорить только о трудностях. А вот именно молодые исследователи, насколько вот сейчас, вот Михаил Юрьевич, мы говорили до передачи, да, всё-таки вот возраст тех людей, которые занимаются наукой, будут какие-то у нас подвижки в этом направлении? Насколько привлекательна наука для молодёжи? Ну, в общем-то, значит, наука, конечно, привлекательна, и у нас в университете как раз одно из направлений — это омоложение кадров. Потому что, ну, действительно, ни для кого не секрет, как говорится, что основной костяк всё-таки уже в возрасте. И различные мероприятия, направленные на омоложение сотрудников, происходит. Ну, в частности, значит, у нас поддержка молодёжи, ну, начиная со студентов. Это в настоящее время у нас более 140 научно-студенческих кружков работает. То есть уже студенты с первых курсов постепенно втягиваются в научные исследования. Затем, значит, в магистратуре обучаясь уже непосредственно готовят магистрские диссертации, которые, как правило, в общем-то, ну, научная составляющая очень большая в этом. Затем аспирантура, ну и, конечно, уже молодые сотрудники, работающие в лабораториях у нас. Ну и, кстати, один из показателей оценки деятельности ВУЗа — это наличие в ВУЗе определённого количества молодых людей до 39 лет. Ну и поддержка у нас, конечно, ну, во-первых, различные стипендии имеются. Так, значит, проводятся конкурсы молодых учёных. Вот буквально недавно мы, значит, ну, подвели итоги, и 8-го числа будем вручать молодым исследователям, ну, различные призы и прочее. Ну, вообще идёт очень большая конкуренция здесь, Юрий Георгиевич, я добавлю. Вообще в мире это общемировая проблема, потому что наука, в принципе, такая же полноправленная сфера деятельности, как и все другие. Есть конкуренция с промышленностью, есть с IT-сферой конкуренции, там, с образованием в чистом виде. И в мире, в принципе, задумались над тем, чтобы нужно заинтересовывать, чтобы человек не только занимался исследованием в период школы или во время, когда он студенчества, но чтобы он потом избирал для себя эту профессию на всю жизнь. Поэтому, вот, наверное, жители республики очень хорошо знают, знакомы с фестивалем «Наука 0+,» традиционно, который проводится у нас. «Шаг в будущую профессию», кстати говоря, для студентов, среднепрофессионального образования, где сейчас очень много ребят обучается, больше с прикладными аспектами, это тоже одни из мер, как людей привлечь в науку. Заложил Владимир Петрович Лорионов. Да, конечно. Первый наш академик. Михаил Юрьевич, пользуясь вашим присутствием, хочу вот задать следующий вопрос. Ну, помимо того, что люди хотят иметь высшее образование, сейчас достаточно популярно, что и среднее профессиональное образование. Вот насколько движение WorldSkills у нас в республике развито, на ваш взгляд, и насколько это взаимоввязано с тем тезисом, когда мы говорим «молодежь, якутскую промышленность». Можете об этом рассказать? Да, ну, нужно сказать, что вот и среднепрофессиональное образование, это профтехобразование. В прошлом году мы отметили 80-летие профтехобразования России в целом. Республика одной из первых в середине 60-х годов действительно стала этому уделять большое внимание. Были созданы первые училища на тот момент. И как показывает практика, выпускники этих первых училищ, например, в Маре, в Нюрбинском улусе, да, или Графский берег в Намцах, они и до сих пор работают в промышленности, очень хорошо себя показали, и не требуется никаких дополнительных мер, чтобы их туда привлечь. Поэтому сейчас, на самом деле, мы последние 5-6 лет, республика успешно участвует не только в самом движении WorldSkills, но самое главное, каждый чемпионат, каждое мероприятие, которое мы проводим, оно делается по самым современным стандартам, наличии оборудования и экспертной поддержки. Мы очень выросли. То есть в 2018-2019 году, тогда вот такой большой прорыв у нас был, когда мы 345 миллионов привлекли по линии Минвостокразвития России и смогли оснастить 10 первых таких серьезных мастерских больших на базе шести учреждений. В прошлом году мы уже стали пользоваться инструментами национального проекта образования. Есть федеральный проект «Молодые профессионалы». Мы выиграли на создании 15 мастерских, и в прошлом году, ну представьте себе, Покровский колледж, веб-дизайн, разработка, кибербезопасность и другие 5 мастерских было создано. Потом серьезные, очень такой прорывные, впервые это Якутский индустриальный педагогический колледж, 5 мастерских, связанных с автомобильным транспортом. То есть это и окраска автомобиля отдельная мастерская, обслуживание грузовой техники, водитель грузовика, кузовной ремонт. И 5 мастерских были созданы в одном из старейших наших учреждений, это колледж связи энергетики. Тоже информационные кабельные сети, разработка мобильных приложений и других. В этом году у нас еще более серьезный шаг. У нас 28 мастерских мы создаем, примерно на 250 миллионов рублей в течение года. 7 учреждений, наши в основном, начиная от Верхневилюйского техникума, Мирный, Нерюнгри, другие, Жатайский техникум, кстати говоря. Ну и между прочим колледж, который входит, кстати говоря, в состав Северо-Восточного федерального университета. Республика поддержала, есть поддержка в заявке. И будет создано, представьте, за один год 28 мастерских. И вот здесь момент важный, что СПО, количество обучающихся сейчас у нас, оно сравнялось с количеством обучающихся в вузах. И это с учетом того, что в вузах еще появились везде практически программы СПО. Открыты колледжи. Вот во всех вузах, которые у нас работают. Ну вот я здесь хотел бы упомянуть Дмитрия Евгеньевича Глушко. Вот мы оба являемся выпускниками Якутского педучилища на самом деле, да? Вот не сразу, но вот человек совершенствуется. А говоря о рабочих специальностях, говоря о взаимодействии с федеральными органами власти, Дмитрий Евгеньевич как-то помогает республике? Вы ощущаете? Ну, дело в том, что для того, чтобы выиграть любой конкурс, надо быть к этому максимально готовым. И поэтому Институт развития профессионального образования федерального уровня, у нас свой есть. Я в свое время работаю министром профобразования, создавал тогда, в 2016 году Институт развития профобразования у нас. Такой же федеральный работает в Москве, в Подмосковье и в Казани, который производит отбор документации. И вот очень высокого мнения эксперты к нам приезжали в части подготовки документации нашими представителями. В частности, вот Верхневилюйский техникум отмечали. Потому что они очень много, там, по-моему, 7 мастерских они в этом году создают. Поэтому мы ощущаем поддержку в плане того, что вовремя получаем информацию, которая нам позволяет. Ну и все-таки Дмитрий Евгеньевич работал в Союзе молодые профессионалы. То есть все, что касается чемпионатной истории, обучения экспертов, Академия WorldSkills, все это там проходило. Ну и еще есть наши земляки, которые работают в этой сфере, потому что республика один из лидеров. То есть мы можем говорить, что мы готовим и наши выпускники в целом не только в масштабах республики, но и всей России работают. И причем успешно. Успешно. И, в принципе, это задача образования. Здесь жители республики не должны ревновать, потому что те же федеральные вузы, которые работают на территории республики, и колледжи, они также должны принимать и обучать представителей других субъектов. Ведь наши же дети тоже едут. Едут и обучаются в колледже Приморского края, скажем, Новосибирской области, Омской области, Санкт-Петербурга. Мы эти моменты видим. Но и в то же время есть обратное движение. То есть у нас на территории республики тоже обучаются. Почему? В том числе в системе СПО, потому что очень хорошая база. Возьмите Якутский технологический техникум сервиса, специализированный центр компетенции по компетенции кондитерское дело. Это российский лидер и мировой лидер. И поэтому к нам на чемпионаты республики приезжают представители из других субъектов. Московская область, Москва, другие. То есть мы уже как законодатели можем... Законодатели. И да, и наши... Именно востребованные профессии, рабочие профессии. Мастера производственного обучения из наших колледжей и техникумов участвуют в чемпионатах других регионов. Сейчас мы перейдем на рекламу, потом продолжим разговор. Говоря с Михаилом Юрьевичем, вот по WorldSkills это очень важное движение, очень важное. Вот в университете в этом направлении есть какая-либо работа? Да, у нас тоже создан центр, так, и Международный Центр развития перспективных компетенций Future Skills Северо-Восточно-Федерального университета. В частности, вот его директор Роман Гоголев готовит задания по компетентности, по компетенции командной работы на производстве для финала 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2020 году, который состоялся. Также, значит, у нас есть, ну, собственно, в этом центре проводится прототипирование, 3D-модели создаются, причем не только из пластика, а уже из металла. Ну и вообще, вот Роман Гоголев является тренером национальной сборной Российской Федерации и федеральным экспертом WorldSkills Russia. Ну и, в принципе, вот команда колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета, это Алексей Михайлович, бессмертный директор, они участвуют во многих компетенциях, и айтишные компетенции, строительные компетенции, и даже в этом году вот цифровой модельер тоже новой компетенции, которая у нас была. Это очень интересно. Вот, Юрий Георгиевич, я знаю, что вот Арсен Томский, он участвовал в разработке программы, когда Якутский госуниверситет приобретал статус федерального университета, да, и в этом отношении вы какие-то связи поддерживаете? Можно было бы какие-то школы, вот, практических навыков там на базе успешных выпускников, будем говорить, университета. Вот в этом направлении будете что-либо? Ну вот, кроме этого центра у нас, естественно, работа с выпускниками продолжается. В частности, вот, проект «Видроид», так, сейчас активно внедряется Николай Потапов, наш выпускник, сотрудник, и он создал, вот, ну, моющий пол, автомат, и теперь там он еще добавил, чтобы он газонировал воздух и прочее. То есть, в общем-то, это сейчас... В условиях пандемии актуально. Да-да-да, актуально. И сейчас проводятся как раз испытания на РЖД, и заинтересовались, в частности, в Домодедово, допустим, один такой этот робот работает. Ну, то есть, вот, связь с выпускниками необходимо поддерживать, да? Ну, Арсен Томский, я помню, да. Вообще, на самом деле, с ним взаимодействовали. Я тогда ходил в небольшую группу Якульского госуниверситета. Это 2007-2008 год. То есть, это еще же была инновационная образовательная программа. Тогда мы тоже стали победителями федерального большого отбора. И это был один из факторов, почему потом университет смог получить статус федерального спустя пару лет. Ну, вот, перед нами Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Саха-Якутия. Конечно же, вот, мы сегодня понимаем, что в целом в мире обстановка достаточно такая накаленная. Что происходит в Соединенных Штатах, что происходит в европейских столицах, да? Это, конечно же, вот, настораживает. Ну, и Россия не исключение. Вот в этой связи я всегда поднимаю вопрос повышения правовой культуры и их привыктия, начиная со школьной скамеи. Вот мы реализуем проект «Детская академия права», который начали в 2004 году. И сейчас вот данный проект реализуется и в Горном Улусе, и в Таттинском Улусе, в Верхнем Вилюйске, в школах города, вот, городской классической гимназии, национальной гимназии, вот, лучших школах, будем, это 33-й, да? Вообще, вот, как вы думаете, и у меня даже вот с трибуны съезда юристов России было предложение о том, чтобы основы российского законодательства были бы общообязательным предметом, потому что мы вручаем аттестат зрелости, и наши ребята должны понимать, что в государстве все регулируется с помощью закона, с помощью нормативно-правовых актов. Какова позиция сегодня министерства в этом направлении? Ну, на самом деле, Александр Николаевич, конечно, мы поддерживаем вот мероприятие, да, инициативу Якутского отделения Ассоциации юристов России, но мы же, вот вы правильно же говорите, что государственность, да, вот, следование тому, что определяет основной закон страны, оно же формируется от, исходя из каждого человека. Вот, лично для меня, я вот с большой гордостью помню, ну, там иногда, конечно, очень редко открываю свой аттестат, да, в общем образовании, школа номер восемь города Якутска, и нахожу там, что я был поповедителем тогда республиканской игры «Закон и мы». Очень полезная. Вот Владислав Алексеевич Голованов, наш классный руководитель в десятом-одиннадцатом классе, тогда вот мы это проводили. Это было, это очень полезно. Даже если ты, даже если многие из нас, естественно, не стали юристами в профессиональной деятельности, но это очень помогает в жизни. Поэтому мы поддерживаем. У нас, на самом деле, вот, и как я в начале, в самом начале передачи сказал, по дополнительному образованию детей, очень много возможностей. Выбор делают и дети, выбор делают родители, которые ориентируются на интересные программы. И я предлагаю вместе поработать через нашу сеть, сеть учреждений доп. образования. Их в республике много. Слава Богу, есть поддержка. Почти 188, ну вот насколько я сейчас помню. И у нас, как вот в прошлом году, через программы доп. образования разной продолжительности прошло порядка, почти 190 тысяч детей разного возраста. От самых маленьких уже до старших. И у нас действует очень хорошее учреждение, мы считаем, которое есть филиалы в разных районах республики. Это республиканский ресурсный центр юной якутяне. Без сомнения, что это вот грамотность, юридическая грамотность, правовая грамотность, она одна из основополагающих для современного успешного человека. Потому что многие сейчас делают акцент на финансовой грамотности. Мы развиваем. У нас Якутский финансово-экономический колледж определен. Кстати, выпускник Яфек, вы говорили о себе. Да, я тоже думаю, что это тоже важный этап в становлении человека. Но мы считаем, что нужна и правовая культура, правовая грамотность. Поэтому вот академии, я думаю, я поддерживаю. И министерство поддерживает. Спасибо большое. Юрий Георгиевич, ну вот развивая тему науки, образования, значит, вот у нас юридический факультет. В свое время, в 1994 году, по приглашению Василия Васильевича Филиппова, я возглавил кафедру юриспруденции. Тогда была единственная кафедра. И мы вот с Михаилом Михайловичем Федоровым разработали концепцию развития юридического образования в республике. Он был утвержден ученым советом университета в апреле 1995 года. И у нас вот самостоятельный юридический факультет. Ну и благодаря тому, что факультет во главе с Руму-Румой Ушницким федеральный грант выиграл. Ну и, конечно, очень успешно провели международную научно-практическую конференцию. Но мы очень сильно уже приближаемся к столетию Якутской республики. Вот мы сейчас ведем переговоры и с Василием Филипповым мы на эту тему говорили о том, чтобы провести мероприятие, посвященное этой теме. Ну, например, условно роль Якутской республики в развитии Российской федеративной государственности. Вот как вы смотрите, есть у нас перспективы в дальнейшем выигрывать подобного рода гранты. И вообще вот я считаю, что в развитии государственности республики роль Максима Кировича Амосова, который образовал всесоюзную экспедицию научную, которая определила все перспективы развития нашего северного региона. Вот на сегодняшний день как это видится вам? Ну, в настоящее время, конечно, система грантов у нас существует РНФ, РФФИ. Значит, и, конечно, ну, университет, коллектив университета достаточно, ну, часто выигрывает такие гранты. Ну, вот вы уже упомянули о проведении этой конференции. Ну, кроме того, конечно, и исследовательские гранты. В частности, значит, вот по изучению, опять-таки, Псовых, допустим, там и так далее. Так. Значит, ну, еще мы выиграли грант очень большой, значит, по изучению, значит, этнокультурных особенностей. Значит, в этом году ИСФИР, это Институт зарубежной филологии, регионоведения и филологии, прошу прощения, значит, Институт зарубежной филологии, регионоведения. Значит, они выиграли грант под руководством Леноры, значит, Гренобль по изучению как раз языков народов Крайнего Севера. Кроме того, у нас, значит, в Совете Арктики под руководством Жужикова тоже проект прошел, выиграли, значит, по цифровизации языков народов Крайнего Севера. Это очень здорово. Ну, а так, вообще, вот буквально вчера была делегация из Солданского района, значит, совместно с ними мы будем проводить, значит, научно-практическую конференцию, посвященную 250-летию, значит, члена, вот, Степной Думы Мигалкина. Вот давайте я хотел бы задать один вопрос насчет Малой Академии Наук. Что, чем они занимаются, какие перспективы? Да, ну вот, Юрий Георгиевич упомянул Солданских коллег, я тоже с ними встречался, это по юбилею как раз Ивана Мигалкина. Вообще, в целом, на этот год, в рамках Года науки и технологий, 159 таких крупных мероприятий мы запланировали вместе с коллегами, прежде всего, ФИЦ, Институт Мирзлотоведения очень много, Федеральный университет, ряд других, это, скажем, календарно. И среди них, конечно же, очень большое место занимают мероприятия, проводимые совместно Малой Академией Наук и подразделениями, которые созданы в каждом УЛУСе. У нас есть юные академики, юные член-корреспонденты, которые в каждом районе работают по той иной тематике. И что я поддерживаю, и Министерство Образования Науки, естественно, поддерживает, это проведение именных конференций. Именных — это значит, чьи имена исследователей получила та или иная конференция в различных районах республики. Вот Малая Академия Наук, она, конечно же, готовится к новоселью, строится новый учебно-лабораторный корпус в конце года, он будет введен в строй, где целый ряд лабораторий научных исследовательских появится, где оборудование будет с мирового уровня. И когда мы рассматривали... Это в Актемсах. Это в Актемсах, да. И там несколько лабораторий, в том числе, которые были оговорены с сотрудниками Института мерзлотоведения, Федерального университета и других. Ну и мы движемся тоже к столетнему любви Якутии. История Якутии, три тома в этом году появится в жизни. Это большой результат многолетней работы последних лет. Ну я бы хотел поздравить всех представителей научного сообщества через вас с предстоящим Днем науки. Ваши пожелания очень коротко. Всех исследователей, всех коллег, всех собратьев по научному цеху, я лично искренне поздравляю с наступающим Днем российской науки. Встретимся 8 февраля и дальше до конца года. Юрий Георгиевич. Спасибо вам большое. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям и надеемся, что 8 февраля мы встретимся в онлайн режиме. Да. В предстоящем Днем науки. Спасибо. Спасибо. Спасибо за участие в нашей передаче. Это было очень интересно.